В конце этого ролика будет конкурс, который позволит именно тебе на халяву на месяц попасть в мой охуенный паблик, в который обычно вход стоит 5 баксов через патреон. Там содержатся всякий охуенный рарный музей, не менее рарные фильмы, то же самое с клипами, скоро будут книжечки. В общем, ну, ты знаешь, насколько охуенный мой закрытый паблик, его веду я сам и сливаю туда всякие инсайды. Короче, дождись конца ролика, попадешь туда обязательно. Знаете, я очень активно пользую радио в Apple Music. Это не то радио, к которому вы привыкли, как вот на FM, с ведущими и всем таким, а просто подборка свежих треков, которых очень много, и вы можете бесконечно просто заново его запускать, и оно вам будет новые песни рекомендовать. Очень удобно. Один из жанров, который я там часто слушаю, это хип-хоп. И вот даже в отличие от металлистов, у которых всегда были проблемы со вкусом, в отличие от всех остальных жанров, что я слушаю, даже там какой-нибудь фанк бородатых годов, у рэперов такие, блядь, обложки плохие бывают. Это невозможно. Вот просто я вам сейчас показываю то, что я за последние дни наскринил. Ну это же пиздец. Просто какой-то ужас. Им чё, вообще... Не похуй, 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 не похуй. А вот, например, обложка альбома Джизуса. Да, полный пиздец клише ужасное, но знаете, как выглядит следующая обложка его альбома? Вот так! Он мало того, что юзает это всратое клише с какой-то, блядь, обработкой на телефоне, так ещё и два раза, сука! Одну и ту же вот эту тупейшую хуйню! Я думаю, так происходит из-за того, что, в принципе, появилось довольно много конвейерной музыки и исполнителей, которые... Это даже не обязательно говорит о качестве, это просто вот манера написания, они выпускают много музыки. И если раньше, в силу технических причин, невозможно было быстро что-то выпустить, то есть, если вы выпускали альбом, то это долгая работа, очень долго длится релиз, и поэтому времени на обложку много, их прорабатывали, то сейчас есть возможность выложить свой трек моментально, и поэтому очень много чего делается на похуй. И чтобы, не дай бог, ни у кого не создалось мнение, что вот это вот нормально, а если оно создалось, то сейчас мы его нахуй порушим, я сделал этот ролик. Здрасте, вы на канале Сейна, и сейчас я расскажу вам про истории создания интереснейших обложек, всяких супер-классных коллективчиков, всяких гением с их шедеврами, в общем, всё, что вы любите. Вперёд! Вообще, довольно разумная мысль, что всё сейчас можно сделать в фотошопе. В принципе, действительно, это может опровергнуть вообще весь этот ролик, что зачем как-то стараться над обложкой, если всё можно заказать и на фотошопе. Дело в том, что, в принципе, музыка, она оказывает очень сильное влияние на людей. Она уходит в массы, люди начинают воспринимать это как часть себя, и в качестве примера влияния, например, обложка группы R.E.M., чаще её читают как R.E.M., и я дальше так буду, обложка их альбома Murmur, там были такие мост, по которому были проложены железнодорожные пути, он был разрушенный, туда специально выехал фотограф, это всё ещё в плёночные времена было, сделали очень много разных дублей, в итоге вот один из ракурсов этого разрушенного моста стал обложкой альбома, и дело в том, что когда его попытались нести местные американские власти, фанаты группы подняли шум и действительно сделали так, чтобы этот мост не сносили, и он там стоит вот как и действительный памятник в честь группы R.E.M., потому что отстояли его фанаты, потому что этот мост просто по факту того, что он находился на обложке, стал важной достопримечательностью. И поэтому, по-моему, делать вот такую вот обложку, это, блядь, кощунство. У той же Металлики можно проследить, как менялись их обложки, с тем, как росли сами члены группы Металлика. На альбоме «Лоуд» изображена картина Андреса Серрано под названием «Семен энд Блад 3». Если вы знаете английский, то вы поняли, что это кровь и сперма. В действительности, Лар Суллерих, их барабанщик, к моменту записи «Лоуда» был большим фанатом искусства. И есть художник, картины которого — это разные смешанные жидкости. Действительно, смотрятся очень красиво. И две из них были использованы для обложек альбомов Металлики. «Лоуд» и «Релоуд». И если отбросить такое школьническое отношение, в дуге «Ха-ха, конча!» То это действительно очень красиво. И учитывая то, какой это был альбом, и, в принципе, что содержит в себе музыка Металлики, а особенно в тот момент, когда Металлика нуждалась в том, чтобы показать, что они все еще живы и все еще могут, «Кровь быка и сперма» — это, блядь, ровно то, что надо. Забавно, что Улерих называет это до сих пор одной из своих любимых обложек Металлики. А Хэтфилд с самого начала был против этой обложки, ему вся эта тема не нравилась, он считал это пошлым. Но это вот спор был в той же группе, которые свой первый альбом мечтали назвать «Metal up your ass», то есть типа «Отметалить твою жопу». Но в итоге все продюсеры это забраковали, он назывался «Kill and Wall», как вы знаете. Но вот прошло энное количество лет, и они уже спорят о том, ставить ли картину современного художника им на обложку или нет. Поставили, и получилась охуенно очень красивая обложка. Не менее интересно свои обложки делали Pink Floyd. Вообще интересный фактор Pink Floyd, который в России не особо тиражируется, потому что для нас это не совсем ясно, но Pink Floyd была группа для богатых студентов. То есть вот действительно во время их существования, особенно самой Зари, это была основная их аудитория. И за счет того, что аудитория была крайне выкупающая, Pink Floyd содержит в себе огромное количество отсылок, в том числе обложка альбома Animals. Тут свинья парит над лондонской заводом, станцией, не суть. Суть в том, что эта свинья настоящая. Чтобы сделать этот кадр, в воздух подняли огромную надувную 12-метровую хрюшку, и на случай, если она улетит куда-то, ну вы представляете, блядь, 12 метров, огромная штуковина, у некоторых в Москве квартиры меньше, был нанят специальный снайпер, который, если что, должен был гибануть в эту свинью, чтобы она сдулась и упала в нужном месте. И, конечно же, все худшее, что может произойти на съемках, всегда происходит, поэтому свинья действительно оторвалась, полетела, но ее смогли поймать, вернуть на место и закончить таки съемку. А сама свинья является отсылкой к Орвеллскому скотному двору, если не читали, почитайте. А если Pink Floyd не слушали, то вообще, как вы живете? Послушайте обязательно. Следующая обложка, это вообще одна из самых известных обложек, что только есть, это обложка альбома Rage Against the Machine. Дело в том, что это реальная документальная фотография, то есть она не снималась специально под айфон, это реальный горящий человек, то есть эту фотографию нашли, купили авторские права и сделали так, чтобы ее можно было использовать, потому что это супер отражало музыку рычагов. Что значит специально сделано под айфон? Альбом, я сказал. Ты сказал айфон. Дело в том, что это документальная фотография. Этот монах совершал самосожжение во Вьетнаме против репрессивной политики тогдашнего президента. Это был дебютный альбом рычагов, и во время, когда не было такой музыкальной индустрии, как сейчас, и часть продаж зависела от того, как выглядит твой альбом, нужно было подобрать что-то, что будет достаточно хорошо и внятно отражать тот протест, который содержался в музыке самих рычагов. Если вы слушали сами релизы их, то вы знаете, что всю их музыку можно описать одной цитатой язык песни «Fuck you, I won't do what you tell me». Пошел нахуй, я не буду делать то, что ты мне говоришь. Или то, что вы мне говорите. Это еще более убедительно, еще больше подходит под как обложку, так и сами песни. К слову, как вы понимаете, выборно просто идеально, и сам выбор, ну, возможно, не только он, но он в том числе сделал рычагов легендами и теми, кем они являются сейчас. И, конечно же, в этот ролик не мог не войти альбом Нирваны Nevermind. Дело в том, что Курт вдохновился изначально родами в воде. То есть, с самого начала не было ни удочки, ни доллара на этой удочке. Задумка была совсем другая. Были именно роды в воде. Дело в том, что сами роды довольно шокирующее мероприятие, а в воде так это вообще какая-то психоделия. Но все-таки есть продажи, есть корпорации, коммерческие фирмы, лейблы, которые занимаются выпуском музыки. Естественно, они все роды в воде на обложке пропустить не могли, поэтому пришли просто к фоткам детей в воде. Накопавшись по стокам, посмотрев разные всякие, просто все варианты того, как дети выглядят в воде, ничего не понравилось, и было решено устроить отдельную съемку. Курт пришел, нанял фотографа, который специализируется на подводной съемке, и пришел в детскую школу для плавания. В съемках участвовал двухлетний актер, и вот, кстати, его фотка, как он выглядит сейчас. Это наверняка был самый удивительный момент его жизни, а он, наверное, его даже не помнит. За съемку им заплатили 250 баксов, и еще какое-то время пытались замазать член у ребенка, но Кобейн на это сказал, что если вы обращаете внимание, то вы гребаные педофилы, с чем я, кстати, абсолютно согласен. В итоге пиписька осталась, слава богу, и думал, что когда-нибудь такое скажу. И уже потом была придумана удочка и доллар, которые отлично вписались в саму тематику альбома, и что очень важно, получилось так, что эта обложка отражала то, в каком положении находилась нирвана, которые уже вышли из гаража, их манил успех, и дело в том, что они просто за счет того, какими популярными стали, они уже не могли не влезть в эту коммерцию, хотя это противоречило супе... сути как группы, так и самого Кобейна, о чем он неоднократно заявлял. В общем, блестящая обложка, шедевр, который тысячи раз пародировался, и является в частью вот москульта, в котором мы все с вами существуем. Я думаю, я не одинок в своей страсти к обложкам, и вообще у нас этот термин не особо живет, но в разных западных публикациях часто используется словосочетание cover art, то есть искусство обложки. И я давно этим увлечен, и недавно у меня у самого представилась возможность поучаствовать в создании обложки. Это был эпишка палк скотобойня, и чтобы сделать это, мы действительно очень долго искали подходящую машину. Дело в том, что в обложке было решено использовать разные атрибуты из всех песен EP, и в одной из песен она была про серийного убийцу, да, блядь, вот про что замри, и этот серийный убийца перемещается из города в город, из страны в страну, на автомобиле и исполняет свои черные дела. Собственно, нужно было найти автомобиль, который не смотрится, ну знаете, как какой-то кредитный Hyundai Solaris. Нужно было что-то, что очень фактурное, но при этом знакомое. И нашелся замечательный Егор, который дал нам свою жигу. Мы специально приехали к нему на район, покатались на этой жиге, сделали очень много разных фото, очень много разных дублей ее багажника, и остальную часть отдали не менее интересному человеку, чем сам Егор. А Егор, он очень крутой оператор. Мы отдали ее челу, который сводит группу Космонавтов Нет. Люди, которые сидят на моих стримах, они знают, что это одно из главных открытий, наверное, на моих стримах. Крутейшая группа Космонавтов Нет. Суть в том, что чувак на все руки мастер, и также нарисовал всю остальную часть обложки Скотобойня. В черновом варианте она выглядела вот так. То есть мы просто представили атрибуты, которые там есть, которые, опять же, содержались в песнях, примерно разложили их на... в действительном багажнике этой машины, и только потом поверх них он нарисовал. Я более чем доволен качеством этой обложки, и вас ждет не менее крутая вещь на следующем альбоме Палк. Пагубное влияние. Мы уже этим занимаемся, и черт подери, какой бы же в охуенный, блядь, будет альбом. Вы не представляете. И вот обещанный конкурс. Я хочу уважить крутые обложки. Так что, ребятки, я запускаю тег облога для Сейна. Что нужно сделать, чтобы на халяву попасть в мой паблик? У нас будет пять победителей, которые проведут незабываемый месяц с уникальным контентом лично от меня, который я сам туда пощу. Такой хуйни вы реально в интернете не найдете, я не находил, по крайней мере. С уникальным контентом только от меня, то есть часто бывает, что я действительно нахожу какого-то нового исполнителя для себя чуть-чуть прошариваюсь, узнаю какие-то новые вот рычки, пару фактов о нем и мучу пост к себе в паблик. Так вот, чтобы туда попасть, вам нужно выложить к себе на стену ВКонтакте обложку, которая вам кажется просто шедевральной. Если к ней прилагается какая-то история создания или что-то еще просто интересное, то ее также можно написать, но это совершенно необязательно. Главное, выложить обложку, добавить песню с этого релиза, которая вам нравится, и написать тег «Облога для Сейна». Лучше я буду репостить в процессе в свой паблик ВК. Через неделю после выхода этого ролика я выберу пять постов, которые понравятся мне больше всего, и эти люди попадут в мой шикарный паблос, который я весь этот ролик облизываю, и знаете, не зря. Так что участвуйте в конкурсе, давайте продвигать крутые обложки, потому что они этого достойны. Вы уже знаете про мой паблик ВК, еще можете подписаться на камерный канал, где есть интервью с молодыми актерами, посмотреть мои подкасты на Artifix, и зайти в мой охуенный инстаграм, где просто визуальные оргазмы каждый пост. Также в группу ВК, короче, ссылки в описании созданы исключительно для вас. А на этом все, спасибо, что досмотрели этот видос. Вы знаете, где кнопка подписки.